Как и с кем развлекалась в своих секретных апартаментах шальная императрица? Екатерина Великая. Сколько слухов ходит про эту императрицу, многие начинают винить тех, кто освещает ее личную жизнь. Говорят, мол, как можно так писать, не зря люди называли ее Великой, не зная, что не люди ее Великой называли, а она сама. Именно она выбирала себе хвалебное приложение к имени между Великой и Мудрой. Но не в этом суть, при правлении Екатерина Россия присоединила к себе немало территорий, но также и насобирала немало долгов, как многие знают, что после смерти Екатерины, у России оказалась куча долгов, ведь наша императрица была очень щедра к своим фаворитам и наделяла их несметными богатствами и властью. Но на этом не все, давайте разбираться. 16 лет. Екатерина вышла замуж за своего 17-летнего кузена Петра, племянника и наследника Елизаветы, правящей императрицей России, у самой Елизаветы не было детей. Петр был совершенно ненормальным и к тому же импотентом. Бывали дни, когда Екатерина даже подумывала о самоубийстве. Екатерина II и Петр III, после 10 лет замужества она родила сына. По всей вероятности, отцом ребенка был Сергей Салтыков, молодой русский дворянин, первый любовник Екатерины. Поскольку Петр становился совершенно невменяемым и все более непопулярным в народе и при дворе, шансы Екатерины унаследовать русский трон выглядели совершенно безнадежными. Петр, кроме этого, стал угрожать Екатерине разводом. Она решила организовать государственный переворот. В июне 1762 года Петром, который к тому времени уже полгода как был императором, овладела очередная безумная идея. Он решил объявить войну Дании. Для подготовки военных действий он выехал из столицы. Екатерина, охраняемая полком императорской гвардии, выехала в Санкт-Петербург и объявила себя императрицей. Петр, потрясенный этой новостью, был тут же арестован и убит. Главным сообщником Екатерины были ее любовники. Граф Григорий Орлов и два его брата. Все трое были офицерами императорской гвардии. За годы ее более чем 30-летнего правления Екатерина значительно ослабила власть духовенства в России, подавила крупное крестьянское восстание, реорганизовала аппарат государственного управления, ввела крепостное право на Украине и добавила более 200 тысяч квадратных километров к территории России. Григорий Орлов. Пышные юбки и кружева всякий раз успешно скрывали ее беременность. Первый ребенок родился у Екатерины от Орлова еще при жизни Петра. Во время родов недалеко от дворца верными слугами Екатерины был устроен большой пожар, чтобы отвлечь Петра. Всем хорошо было известно, что он был большим любителем подобных зрелищ. Остальные двое детей воспитывались в домах слуг и фрейлин Екатерины. Эти маневры были необходимы Екатерине, поскольку она отказалась выйти замуж за Орлова, так как не желала положить конец династии Романовых. В ответ на этот отказ Григорий превратил двор Екатерины в свой гарем. Тем не менее, она оставалась ему верно целых 14 лет и окончательно отказалась от него только тогда, когда он соблазнил ее 13-летнюю кузину. Императрица Екатерина II и Григорий Потемкин. В течение двух лет Екатерина и ее 35-летний фаворит вели бурную любовную жизнь, наполненную ссорами и примирениями. Когда Екатерина надоела Григорию, он, желая избавиться от нее, но не терять при этом своего влияния при дворе. Сумел убедить ее в том, что она может менять своих фаворитов так же легко, как и любых других своих слуг. Он даже поклялся ей, что сам будет заниматься их подбором. Во время Великой Отечественной войны пару немцев наткнулись в одном из дворцов на зал с пятью комнатами. Они были уставлены убранствами, от которых покраснели все. Сколько там было разных таких штук. Но из-за цензуры, я не могу все описать и поэтому могу вам только подсказать. Наберите в интернете, тайная комната Екатерины Великой и там все во всей красе. Немцы наделали фото и растащили, что могли утащить. Комнаты были очень интересными, но и секретными, из-за того, что там было, а там были стулья, столы, картины, даже сами эти штуки на стенах весели. Все, конечно, предназначалось для взрослых. Служители музеев по сей день отрицают существование этих комнат, но Петер Водич после того, как альбом попал в его руки, очень захотел узнать про это подробнее и улетел в Россию, там работники Эрмитажа с неохотой рассказали про эти комнаты. Для кого же просвещенная императрица создавала настолько игривые интерьеры? Исследователи теряются в догадках. Для того, чтобы показать предметы этой коллекции, Водича отвезли в Гачинский дворец, принадлежавший графу Орлову. Но к моменту завершения строительства этой его резиденции Григорий уже не был фаворитом у императрицы. Впрочем, амурные дела Екатерины могли и не заканчиваться со сменой фаворита. Сохранила она отношения с Потемкиным, несмотря на череду последующих любовников. Так почему бы не предположить, что Орлов тоже оставался на поводке у любвеобильной Екатерины. Тем более, что с Орловым императрица была неразлучна целых 12 лет, родила от него сына Алексея Бобринского и даже намеревалась заключить брак после смерти Петра Третьего. Ни один из фаворитов не продержался рядом с коронованной особой настолько долго, обычно Екатерина меняла любовников через несколько месяцев, иногда через год-два. Так что вполне вероятна версия, что тайные комнаты были созданы все же в Гачинском дворце Орлова, а не в царском селе для Платона Зубова, как считается, последнего фаворита императрицы. Экскурсоводы рассказывают, что для тайных визитов Екатерины в самом начале строительства дворца был заложен секретный туннель. И такой туннель действительно существует, в наше время он давно перестал быть секретным. Граф Орлов. Вообще, Орлов был очень интересной фигурой в окружении Екатерины. Родившийся в семье действительного статского советника, Григорий имел право на дворянство, но дворянином не был. Имея достаточное материальное обеспечение, он, тем не менее, в 15 лет вступил в Семеновский полк рядовым. Офицером стал уже позже, в боях завоевав себе право ношения этого звания. Отчаянного красавца заметил и приблизил к себе граф Шувалов, сделав своим адъютантом. Но Орлов закрутил роман с княгиней Куракиной, возлюбленной графа, и был переведен подальше, в гренадерский полк. Анекдот об этом случае был рассказан Екатерине, и та возжелала посмотреть на того, кто посмел увести любовницу у главного артиллериста империи. Красавец и гуляка сумел произвести впечатление на будущую императрицу, и она бросилась в омут с головой. Григорий Орлов сошел с ума. Перед смертью ему все время чудилось, что его преследует призрак Петра, хотя убийство императора спланировал Алексей, брат Григория Орлова. Субтитры создавал DimaTorzok